Рубеж в 100 дней преодолен. Упорные слухи, что новый губернатор от должности откажется развеянный. Сипягин заверил, он полон силы и уходить не собирается. Другой вопрос, чего за первые 100 дней правления удалось достичь? Сразу после выборов Владимир Сипягин обещал создать в области коалиционное правительство. Но идея в жизнь не воплощена. Глава региона сетует в области, у него поддержки мало. Когда я стал губернатором, вступил в должность, что я увидел? Мои уважаемые коллеги из других партий почему-то начинают блокировать мои действия. Вот это нормально, вы считаете? Ненормально. И когда мне говорят о том, что давайте мы, не обсудив, не посоветовавшись со мной, как с губернатором, которого выбрали люди вообще, говорят, что мы за вас решили, что утверждение ваших заместителей будет вот так и все. И никто со мной это не обсуждал. Теперь губернатор надеется, что это решение законодателей проверит прокуратура. Кстати, о команде Сипягина. Предвыборную кампанию он вел под лозунгом «хватит приезжих». А теперь среди его замов почти сплошные варяги. Губернатор уверяет, команду формировала исходя из профессионализма и опыта кадров. Вот только найти сторонников новой власти у себя в регионе не получилось. Местные кандидаты от должностей отказывались. Но кому предлагались высокопоставленные посты, Сипягин так и не сказал. Теперь же вокруг новых лиц в администрации раздуваются скандалы. Федеральные журналисты на пресс-конференции поинтересовались, почему до сих пор из администрации не уволена Марина Чукунова. Мол, нельзя так чиновнику разговаривать с врачами. В Рио первого зама губернатора по соцполитике прославилась на всю страну, когда попросила струненских медиков помыть полы в больнице. Сипягин заверил, Чукунова – профессионал высокого класса, а скандальные слова зама просто выдрали из контекста. Вообще ситуация в Струнино до сих пор остается сложной. Ремонт так и не закончен, общественное напряжение растет. А всему причина, по мнению Сипягина, действия бывшего губернатора. Есть определенная проблема наследства, которая досталась. Не надо давать обещания, которые ты выполнить не можешь. По этой проблеме даже не была создана рабочая региональная группа. То есть все понимали, что сроки нарушаются. Это все представители предыдущей администрации, все это понимали. Но даже никак на это не реагировали. Ни письма в Минздрав не писали, ни привлекали инициативную группу города Александрово для обсуждения проблемы. Сейчас по этому вопросу создана рабочая группа. Ситуацию взяли под контроль. В Минздрав в декабре отправлено письмо с просьбой о переносе сроков сдачи объекта. Еще один проблемный объект области, судьбу которого нужно решать, – это особенские казармы. В прошлом году в жилом здании уже обвалились перекрытия. А теперь жители других подъездов боятся погибнуть под завалами. Здание 19 века является памятником архитектуры. Принимать решение о реставрации должны федералы. Но губернатор заявил, что цима уже обсуждается с Министерством культуры. Я еще в ходе избирательной кампании, когда посещал их и общался с жителями, я, честно скажу, был в шоке вообще. Просто в шоке. Когда заходил в некоторые из этих помещений. Эта рабочая группа успокоилась на стадии того, что была проведена экспертиза федеральными экспертами, которые сказали, что здание трогать нельзя. Ну все, нельзя, нельзя. И все заснули и спят. Спят не только в Собинке. На пресс-конференции губернатор пожурил муниципалов. Те вовремя не включают в реестр аварийных домов разрушенное жилье. В этом году на расселение аварийного фонда выделили в шесть раз больше средств, чем в прошлом. Но как их реализовать, если на местах чиновники, по мнению губернатора, не дорабатывают? Даже сейчас, когда приезжаешь на территорию, вот я был в Корчугино, заходишь в дом, там дырка в потолке, а он не аварийный. Ну надо что-то делать с этим. Там, конечно, другой вопрос, но надо как-то комплексно сделать срез анализ и включить все аварийные дома. И все, и тогда будет чистый лист. Мы тогда возьмем все эти деньги и построим другие дома. На пресс-конференции прозвучало еще одно громкое признание. В нашу область действительно свозят мусор из Московской области. Хотя еще полгода назад прежний состав администрации эту информацию отрицал. Но беда в том, что действующее законодательство этого частникам, которые работают на территории региона, не запрещает. Областные власти бессильны. Но здесь должны вступиться федеральные структуры, у которых есть все полномочия. У нас полномочия для жесткого контроля, к сожалению, нет. Но я, кстати, постоянно с ними контактирую. Еще когда я был депутатом законодательного собрания, и сейчас как губернатор. Это вообще структура называется Росприроднадзор. Это те, которые должны поставить жесткий заслон, это их полномочия по поступлению сюда мусора, по нарушению законодательства и так далее. Единственный, по мнению Сипягина, способ избавиться от столичного мусора, как можно быстрее разработать актуальную территориальную схему по вывозу ТБО, чтобы грамотно распределить транспортные потоки. Поэтому даже реализацию мусорной реформы в области отложили до 2019 года. Ну а в целом губернатор настроен на активную работу во всех проблемных темах региона. Единственное, чего пока не может сказать, пойдет ли баллотироваться на этот пост во второй раз. Валерия Саин, Артем Горчаков, 6 канал.